Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 8 глава. 8 глава начинается с рассказа о женщине, взятой в прелюбие деяния. Этот отрывок имеет некую технологическую проблему, потому что изначально в Евангелии от Иоанна его не было. Событие реальное, оно было известно древней церкви, однако располагалось у разных евангелистов в разных местах. В конечном итоге за ним закрепилось место начала 8 главы. В нем иудеи, стремящиеся обвинить Иисуса Христа, пытаются поймать его в ловушку к азуэтической проблемы. Если он посоветует в соответствии с законом Моисеевым передать женщину смертной казни, его можно будет обвинить перед римскими властями, которые категорически запрещали иудеям выносить смертный приговор. Если же он скажет о том, что она невиновна, значит, и пытается ее оправдать, то тем самым его можно обвинить уже перед народом за то, что он не соблюдает закон Моисеев. И Иисус Христос говорит о том, что каждому из обвинителей, кто не имеет греха, должен сейчас первым бросить в нее камень. И каждый из них, обличаемый совестью, уходит. И после того, как ушел предыдущий, старшим оказывается предшествующий, и таким образом толпа рассеивается, и он останавливается один на один с этой женщиной, и завершающее наставление, которое он ей дает «иди и больше не греши», подразумевает, что Иисус Христос не учит легкомысленно относиться к греху при любодеянии. Мы говорили с вами о том, что 7 глава описывает присутствие Христа в Иерусалиме на празднике Кущей, и говорили о неких церемониях, которые совершаются в течение этого праздника. С праздником Кущей была связана еще одна церемония. В дворе женщин совершалась иллюминация храма. Посреди двора, окруженного глубокими галереями, для зрителей устанавливали четыре огромных подсвечника. После наступления темноты их зажигали, и всю ночь старейшина, учителя Израилева, плясали перед Господом, пели псалмы радости и хвалы. Люди смотрели на это зрелище, и они благодарили Бога. И вот в связи с этим событием, которое являлось отличительной особенностью праздника Кущей, Христос говорит «Я свет миру». Тот, кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Такое номинование Иисуса Христом светом для нас не является новым. Мы его же неоднократно встречали с вами на протяжении Евангелия, встретим его и дальше. И, назвав себя светом, Иисус призывает слушателей к следованию за собой. Это следование предполагает, несомненно, ученичество. Последовать за светом необходимо для того, чтобы получить жизнь. Тогда сказали ему фарисеи, «Ты о себе самому свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». То есть, вместо того, чтобы поверить, фарисеи объявляют слова Иисуса Христа неправды. Они не оспаривают о них, они просто уверены, что никто не может их подтвердить. Собственно говоря, здесь, как мы видим дальше по ходу дела, диалог напоминает нам разбирательство в суде. У ответчика отсутствует свидетель, значит, суд его слова принять не может. По закону Моисеева на суде имело силу согласно осильству только двух или больше свидетелей. То есть, мы не можем тебе верить, заявляя эту идею, тем самым отвергая обетование Иисуса Христа о спасении. «Ответил Иисус и сказал им, «Хотя я свидетельствуя о себе самому, истинно свидетельство мое, потому что я знаю, откуда я пришел и куда иду». Вы же не знаете, откуда я пришел или куда иду. Итак, достоверность сказанного о себе Иисус Христос связывает с тем, откуда он пришел. Для иерусалимских иудеев это Галилея. Они не верят, не соглашаются с тем, что он пришел от Бога. Действительно, ведь мы понимаем, что если нам человек полностью неизвестен, например, если мы видим его впервые, мы не можем стопроцентной уверенностью утверждать, правда ли все то, что он говорит о себе или нет. И Иисус Христос говорит о том, что их мнение о нем поверхностно вы по плоти судите, а сам же он не судит никого. 8.16. «Если я сужу, то суд мой истинен, ибо я не один, но я и пославший меня». Итак, действительно, последний суд еще не происходит. Время его не пришло. Тот же суд, который совершается уже сейчас, это та оценка, которую Иисус Христос дает иудеям. И по закону нужно свидетельство двоих. «Я свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне пославший меня Отец». 8.18. Понятно, что никого второго свидетеля перед иудеями нет. «Где твой Отец?» – спрашивают они. Ответил Иисус, «Вы не знаете ни Отца моего, ни меня. Если бы вы меня знали, то и Отца моего знали бы». То есть он по-прежнему неизвестен, и его происхождение им непонятно. Для того, чтобы понять, кто же его Отец, необходима вера, которой его слушатели не имеют. «Снова сказал он им, я иду, и будете искать меня, и в грехе вашему вретику для иду вы не можете пойти». То есть время близится к развязке. Религиозные начальники постоянно пытаются схватить Иисуса Христа, а он возвещает, что он уйдет от них, и что означает этот уход, им пока не ясно. Поэтому они думают, что человек может быть не найден на земле только тогда, если его вообще, в принципе, уже на земле нет. В любом случае, в другом человеку можно найти. «Уж не убьет ли он себя?» – спрашивают они. И на самом-то деле эта догадка, как мы понимаем, верна. Действительно, Иисус Христос выбирает для себя смерть. Именно через смерть он возвращается на небо, к своему Отцу. И он говорил им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Сказал же я вам, что вы умрете в грехах ваших, ибо если вы не уверуете, что я езмь, умрете вы в грехах ваших. Начальники ищут убить Иисуса Христа как грешника, но сами умрут во грехе. И грех – это продолжающееся неверие. Поэтому спасти их может только вера в то, что Иисус Христос – я езмь. Или «я» у нас просто стоит в синодальном переводе. Дело в том, что это самоименование «я» или «я езмь» – это одно из имен Божьих, которое было открыто еще Моисею при Неполиме Купине. Я езмь сущий. Исход 3.14. И в книгах пророков словочитание «я» и «я» неоднократно выступает как одно из имен Божьих. Говорили ему тогда «ты кто?». Однако только что Иисус Христос сказал «кто он?», и поэтому он не дает ответа. Вообще, не видя теперь уже никакой необходимости в продолжении разговора. О чем мне вообще говорить с вами? Много надо говорить и судить о вас. «Но пославший мне истин, и что я слышал от него, это и говорю миру». Иисус Христос, присутствуя в мире, сообщает лишь то, что слышал от Отца. Но указание на Отца им по-прежнему непонятно. Не поняли они, что он говорил им об Отце. Отца, как мы понимаем, нельзя увидеть. Но выполняя его волю, Иисус Христос излагает его учение. «Я от себя не делаю ничего, как научил меня Отец, так говорю». Но эта связь, связь с Отцом, она отрицается противниками Христа. Поэтому лишь крест окажется доказательством этой связи. Поэтому сказал Иисус, когда вы изнесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что я есть. Эти слова, опять же, нас могут несколько озадачить, потому что крест – это орудие позорной смерти, уничижения, мучений, тяжких и тяжелых мук, которые сопровождают смерть. Можем спросить, а как же это является доказательством связи с Богом? Но действительно, для четвертого евангелиста именно крест – олицетворение послушанию Богу и осуществлению его воли. Кроме того, есть еще одна немаловажная деталь, на которую делает акцент евангелист Иоанн при описании крестной драмы. 19.19. «И сделал надпись на доске Пилат и поставил на кресте, было же написано Иисус на заре, царь иудейский». Эту надпись на доске многие прочли из иудеев, потому что близко было от города место, где был распят Иисус. Итак, действительно, это написание, которое указывает на поданную природу Христа, на его предназначение, царь иудейский, с одной стороны является обвинением, а с другой стороны является и свидетельством. Это свидетельство, как мы сейчас слышали, многие из иудеев смогли прочитать, пройдя мимо Голгофы или оказавшись у нее. Итак, крест – это вершина послушания и доказания того, что Иисус Христос всегда делает угодное Богу, «И пославший меня со мною, он не оставил меня одного». Тем самым связь с Богом никогда не прерывается, не прекращается даже в самые драматические, в самые трудные моменты евангельской истории. В ответ на эти слова, которые действительно могут быть не всем понятны и не для всех очевидны, тем не менее, говорится о том, что многие уверовали в Него, и Христос обращается уже к уверовавшим в Него. Он говорит им о том, что если они дальше будут не сомневаться в словах, то станет Его учениками. «Если вы пребудете в Слове Моем, воистину вы ученики Мои, и познаете истину, и истина освободит вас». Вспомним здесь, с чего начинается беседа. «Иудеи отказывают Иисусу Христу в истинности сказанного о себе». А здесь он снова повторяет, что знание истины, сообщается им, что истина – это то спасение и знание о нем, которое он привносит в мир. И указание на освобождение неожиданно вызывает протест. «Мы – семья Авраама, и никому не были рабами никогда. Как же ты говоришь, вы сделаетесь свободными?» Сразу же вспоминаются многочисленные случаи пленения иудеев за многовековую историю и то, что мессианские чаяния современному Иисусу Христа и иудейства в первую очередь были связаны с обретением политической независимости. Возражая Христу, иудеи говорят о своей религиозной свободе. Являясь потомками Авраама, они сохранили истинную веру, то есть не отреклись от истины и не покорались с другим религиям. Рабство же, которое имел в виду Иисус Христос, – это подчинение греху. «Если человек грешит, значит, он остается несвободен. Без избавления от греха невозможно спасение, то есть обретение подлинной действительной свободы». И для объяснения этого Господь обращается к области правовых отношений. «Раб не пребывает в доме вовек, сын пребывает вовек». 8.35. Здесь речет о необходимости стать сынами, чтобы остаться в доме отца. Притом указания «вовек» предполагают, что это сыновство, оно приобретает вечный характер. Только перейдя в вечность сына Божия, человек может действительно достичь полного освобождения от греха. Итак, если сын освободит вас, вы действительно свободны будете. 8.36. Иисус Христос соглашается с тем, что действительно его потомки являются носителями подлинной религии. Они потомки Авраама, но Авраам верил Богу, а они нет. «Знаю, что вы семья Авраамова, но вы ищете меня убить, потому что слово моё не вмещается в вас». То есть родство по плоти еще не означает духовного родства для того, чтобы действительно быть детьми Авраама, они должны следовать примеру своего отца. «Теперь же вы и ищете убить меня человека, который сказал вам истину. Я услышал её от Бога. Этого Авраам не делал». 8.39.40. «Если среди них есть те, кто хотят его убить, значит, они не вправе считать себя потомками Авраама, ведь Авраам ничего такого не делал». И здесь, конечно, Иисус Христос в первую очередь обращается к тем, кто был ему враждебен и намеревался его схватить. И поэтому Иисус Христос дальше проводит различия между своим отцом и отцом иудеев. «Что я видел у отца моего, то говорю. Вы, что слышали у отца моего, то делайте». На это ему возражают. «Мы не были рождены в блуде, у нас отец Бог». Если бы Бог действительно был вашим отцом, возражают им Иисус Христос, то они любили бы Его. Потому что любовь к Богу означает, что человек принимает и доверяет всему тому, что исходит от Бога. «Я не от себя пришёл, но Он меня послал». Тем самым, если в начале беседы Иисус Христос говорил о том, что Его слушатели не знают, откуда Он пришёл и куда Он идёт, то теперь Он сам сообщает им об этом. «Я от Бога ишёл и пришёл». 42 стих. «Пришёл для того, чтобы люди получили и обрели спасение». Об этом было сказано в начале. А для спасения, как мы уже неоднократно слышали, необходимо поверить Иисусу Христу. Но неудеи не соглашаются с Его словами и не хотят Его слушать. «Почему вы речи моей не понимаете? Потому что вы не можете слышать Слово Моего. Вы от отца вашего дьявола и хотите делать похоти отца вашего. Он человек-убийца был от начала и в истине не стоял, потому что нет истины в нём. Когда говорит ложь, говорит то, что ему свойственно. А мне, потому что я говорю истину, вы не верите. Кто из вас обличит меня в грехе? Если я говорю истину, почему вы не верите мне? Человеку, который желает грешить, бесполезно убеждать в несвободе и необходимости избавления от греха. Иудеи не принимают Его слов, они не принимают Его призыв к освобождению от греха, потому что хотят исполнять похоти дьявола. Это видно уже по их склонности к лжи и к совершению грехов и к человеку-убийству. Находясь в плену от дьявола, они не соглашаются с истиной и не верят ей. Кто от Бога, слова Божии слышат. Вы потому не слышите, что вы не от Бога. То есть здесь происходит такое четкое разделение. Два лагеря именно источником причины неверия является дьявол, о чем Иисус Христос уже говорил в конце беседы о хлебе жизни, когда дьявол назвал одного из своих учеников, Иуду, который был намерен предать его, поскольку не верил. Ну и, конечно, в ответ на то, что Иисус Христос отказал иудеям считать себя потомками Авраама и детьми Божьими, они заявляют, что он бесноватый и еретик. Неправильно мы сказали, что ты самарянин и бес в тебе. Вот, по их мнению, в чем причина такого отношения его к ним. Ответил им Иисус, во мне беса нет, но я отчету отца моего, а вы бесчестите меня. Но человеческое унижение и слава для него не играют никакой роли. Я же не ищу славу моей, есть ищущий и судящий. То есть только Бог должен сообщать славу людям, и именно этой славы люди должны искать у него. Поэтому Иисус Христос не ищет признание и людей. Дальше говорит о том, что если кто мое слово соблюдет, не увидит смерти вовек. То есть, опять же, речь идет об отношении к его слову. О том, что именно отношение к тому, что он говорит, оно и разводит людей по разные стороны баррикад. Те, кто не верит, оказываются на стороне дьявола. Те, кто верит, они переходят в лона Божия. Но иудеям эти слова кажутся лишь лишним доказательством его безумия. И умерли все пророки, умер Авраам, а Иисус Христос утверждает, что те, кто будет соблюдать его слова, не умрут вовек. 8.53. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Они считают, что он непомерно возвышает себя. Кем ты себя делаешь, спрашивают они. Ответил Иисус, если я сам себя прославляю, слава моя ничто. Отец мой, вот кто прославляет меня. Он, о котором вы говорите, что он Бог ваш. Итак, все, что имеет сын, он получил отца. Об этом неоднократно говорится в тех беседах, которые мы с вами рассматривали. И здесь подчеркивают, что и слава сына, она исходит от отца. Но иудеи не хотят с этим согласиться. Они не принимают, что все, что делают и совершают и говорит Иисус Христос, исходят от отца. А тем самым они не понимают или, по сути своей, отторгают Бога. И поэтому слышат. И вы не познали его, я же знаю его. И если я скажу, что не знаю его, я буду подобный вам лжец. Он уже сказал им, чтобы познать его, да, нужно познать и его отца. Да, и поскольку они отвергают его, то значит и отвергают Бога. И сам о себе свидетельствует. Но я знаю его и слово его соблюдаю. Отношение к нему Авраама, который иудеи считают своим отцом, было прямо противоположным. Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. В данном случае день – это время присутствия Иисуса Христа в мире. Аврааму было известно, что Бог обратит свое спасение к миру. Это наполнено его радостью. Если Иисус сказал, что Авраам видел его, значит, по представлениям иудеев, и он мог видеть Авраама. Тогда сказали ему иудеи, тебе нет еще пятидесяти, и ты видел Авраама. Сказал ему Иисус, истинно, истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я есмь. 8,57. Ну, Господь, вы уже разбираете сомневания, я есмь, я, ссылается здесь на свое предсуществование, на свое божественное происхождение. Но иудеи видят в этом лишь богохульство и намерены побить его камнями. Тогда взяли они камни, чтобы бросить в него, тем самым они на деле отвергают ту истину, которую он провозгласил. То есть доказывают, что действительно они не дети Авраама. Иисус же скрылся и вышел из храма. 8 глава, так же, как и предыдущие главы, о чем мы с вами говорили, напоминает нам разбирательство в суде. Все фарисеи заявляют, что у Иисуса Христа нет свидетельства, ты о себе самом свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. 8,13. Слова его суд не может принять, на что Иисус Христос возражает им, что они по плоти судят. Суждение религиозных начальников о нем поверхностно, так как их знание о нем тоже поверхностно, они не знают, откуда он на самом деле пришел, поэтому не вправе подвергать его слова сомнению. Но, в отличие от них, он не судит никого. Хотя ему следовало бы судить иудеев, но он делает лишь то, что поручил его отец. 8,26. Они ищут убить его, как грешника, но сами умрут во грехах. Тем самым, действительно, как и в предыдущих главах, из обвинителей иудеи превращаются в подсудимых. Они не хотят признать истинность учения Иисуса Христа, его происхождение от Бога, и в ответ Иисус Христос заявляет, что они всецело порабощены дьяволом, и доступ к истине для них полностью перекрыт. Итак, действительно, 8 глава является одной из самых драматичных и самых сложных в какой-то степени для понимания, потому что конфликт приобретает уже здесь всю возможную остроту. И, в общем-то, действительно, время приближается к развязке, и о том, как она произойдет, мы с вами узнаем в последующих главах. Продолжение следует...